В интернете достаточно много информации о процессе получения первичного ВНЖ, но лишь единичное по вопросам продления ВНЖ в Турции. Вот сегодня мы решили подробно рассказать о том, как проходит рандеву при подаче документов на продление ВНЖ. И сравним его с первичным рандеву. А какие документы нужны для продления ВНЖ в Турции, можешь посмотреть видео вот здесь. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Продлимся! После того, как ты заполнил анкету онлайн, следует ждать дату рандеву. И время с этого момента может пройти совершенно разное. Мы заполнили анкету и отправили ее 27 июня. А смс-дата нам пришла через месяц. И дата была назначена на 3 августа. Тогда как при подаче на первичное ВНЖ, 28 марта мы подали заявку, смс пришла в день заполнения анкеты, а 1 апреля мы уже были в ГЕЧ. В этот раз с момента заполнения анкеты и даты рандеву пришло больше месяца. После того, как тебе была назначена дата рандеву, информирование, о которой поступает на номер телефона, указанное в анкете в виде смс, приходишь в выбранный ГЕЧ при заполнении анкеты онлайн. То есть, когда заполняешь, ты сам там выбираешь себе ГЕЧ, куда ты придешь. Мы лично проходили рандеву в Султанбили. Первичное рандеву у нас было в Пендике. И в этот раз мы тоже хотели в Пендик, так как там нам уже было все знакомо. Типа, в какие двери заходить, где делать там ксерокопии документов, если что-то не хватает, где в очередь вставать. Ну, то есть, вот такие моменты. Потому что, когда ты на стрессе и нервничаешь, ты, конечно, вообще тупишь страшно. Но так как мы поменяли адрес, то и список выбора ГЕЧ тоже сменился. И в этот раз не было в списке Пендика, и мы выбрали Султанбили. Так как знали, хотя бы где он располагается территориально, и сколько примерно времени уйдет на дорогу. Так как туда мы ездили делать перепрописку при измене квартиры. В общем, мы приехали на час раньше, еще и полпути решили пройтись пешком, чтобы время скоротать. Рано проснулись и не стали высиживать время, а поехали, решив лучше там постоим, понаблюдаем за ситуацией вокруг. У нас рандеву было назначено на 10 утра, а в 9 мы уже были в очереди. И даже хорошо, что так рано приехали, так как в 9 как раз они начинают работу, и очередь была совсем небольшая. Нас сразу же даже впустили, не заставили выжидать никакого нашего времени. Охранник попросил показать смс, где указаны даты и время рандеву, и сказал, там вам проходите. В этом георчи имеется два входа. Так вот, на рандеву нужно проходить в более дальний, пройдя мимо главного входа. В общем, очередь-то и стояла только в один вход. Мы сразу встали в стройненькую толпу. Такая стройная толпа. После того, как охранник всех запускает, следует подниматься по лестнице на третий этаж. Там, кстати, везде наклеены указатели. На стенах в виде листа А4 с напечатанным текстом рандеву. То есть ты не заблудишься никак. Но если вдруг от волнения такие указатели ты не заметишь, то там полно охраны, к ним можно обратиться, и они тебя проведут в конкретно нужный тебе зал. Либо просто иди вслед за толпой людей, в очереди, из которых стоял. Там всегда есть тот, кто точно знает, куда идет. Да, да. А там мимо ты не пройдешь, потому что тебя охранник говорят туда, туда. По пути они тебе все говорят туда. Поднявшись на третий этаж, попадешь в небольшого размера зал, по стенам которого расположены столы, обустроенные в виде кабинок с окошками. Эта конструкция полностью прозрачная, видимо, осталась еще со времен ковида. За столами в центре зала сидят три офицера, которые будут проверять твою папку с документами. А по бокам офицеры, которые занимаются фотографированием и взятием отпечатков пальцев. В середине зала стоят сидения, прям как в актовых зал в школах. Такие, да? А один офицер регулирует очередь, которая выстраивается к этим трем офицерам для проверки папок. То есть следит за порядком. Когда кто-то из офицеров освобождается, офицер, следящий за порядком, подходит и показывает рукой, к какому именно столу тебе подойти. Если на рандеву у вас пришло двое или трое, и все вы жители одной квартиры, то подходите всем составам, а не по отдельности. Как только подошел к офицеру, то следует подать свою папку из-за гранд-паспорта, который молча пролистает каждую бумажечку твоей папки, а лишней отдаст, а если что-то не хватает, скажет донести в течение 30 дней, дав предварительно, ну, такой листок бумаги, где будут указаны список недостающих документов. Если же с документами все в порядке, он каждый пункт пометит на заготовленном распечатанном шаблоне документа своего, поставив галочки напротив каждого пункта, и отправить делать фото и сдавать отпечатки пальцев. У нас вот офицер, например, вытащил все выписки с российских банков, копии договоров на абонементы коммунальных услуг и чеки об их оплате. Мы их вкладывали, их не числится в списке на официальном сайте ГЕЧ, но в интернете вот советуют, что обязательно надо вложить, но у нас их вытащили. И долго офицер разбирался со сроками нашей медицинской страховки, так как страховка у нас была у каждого по две штуки, привычная и продление этой страховки. И вот возникла у него путаница от того, что первая страховка с остатком срока действия 6 месяцев, а новая на год. Он никак не мог сопоставить даты страховки и даты, запрашиваемые нами ВНЖ. А старая еще страховка у нас осталась после первичного ВНЖ, она была на год, а ВНЖ нам одобрили на 6 месяцев. И вот с этим он долго покопался. В общем, после того, как он решил, что с документами все ок, он отдал нам папку, куда вложил свой документ, где указана необходимость сделать фото и отпечатков пальцев. И да, это вот не то фото, которое нужно делать при сборе документов для рандеву. Это фото цифровое, которое будет делать один из офицеров, внося в базу данных для отпечатки пальцев. Все вот это делается в этом же самом зале. И нужно подходить уже к офицерам, которые сидят по бокам этого зала, также в порядке очереди. Сначала ты подходишь, делаешь фото, предварительно отдав свою папку этому фотографирующему офицеру. Он тебя фотографирует со всех сторон, два профиля и один анфас, отмечает что-то в папке и отдает ее тебе. После переходишь рядом к другому, сдаешь отпечатки пальцев, приставляя каждый палец к аппарату, выполняя команды офицера. Говорят они, естественно, только на турецком. Но проблем с этим не возникает. Если ты что-то не поймешь, они используют мимику и жесты, что интуитивно дает понять команду. А когда делаешь отпечатки, то офицер сам будет прикладывать и поправлять твои пальцы. Проводи так вот под нужным углом. Фото делаются очень быстро. Отпечатки чуть подольше, минут 10-15. Так как загружается это все в систему, в электронную базу. И офицер еще параллельно заполняет анкету у себя на компьютере. Смотрит четкость отпечатка, если смазалась, то переснять придется. Но это все никакой нагрузки на тебя не составляет. Да, это быстро. После того, как все это сделано, ставится отметка в папке и отдается тебе. Дальше тебе следует обратно встать ту же самую очередь к офицеру, к которому ты вставал в самом начале. И все по тому же механизму. По команде подходишь к офицеру со своей папки, он снова ее просматривает, смотрит, что ты сдал фотки, отпечатки пальцев, шлепает наклейку на твой загранпаспорт с указанием даты и времени сдачи документов в ГЕЧ. И все. Отправляет тебя домой ждать результатов рассмотрения заявки. Результат заявки ты смотришь на сайте, на том же, на котором заполняла анкету, вводя запрашиваемую данную систему. И просто выбираешь раздел «Хочу посмотреть результат заявки». Весь процесс этого рандеву в этом ГЕЧ у нас занял один час. Из ГЕЧ мы вышли уже в 10 утра. Кстати, никакой бумажной анкеты, как при первичном ВСЖ, нам заполнять не давали. И никому, кто продлевался с нами в этом зале, тоже не давали. Видимо, заполняется она только при первичной подаче. В ГЕЧ на Султан Белин нам понравилось гораздо больше, чем в Пеннике. Во-первых, там хорошая организация. Все сотрудники слаженно каждого человека направляют в нужную сторону, что ускоряет весь процесс в целом и снижает стресс претендентов. Тогда как в Пеннике там было все очень хаотично и из-за непонимания процесса было очень стрессово. Все стояли прям вот такие. Во-вторых, офицеры все очень доброжелательные, Султан Бели. Они с тобой общаются, используя весь свой словарный запас разных языков и жестов, чтобы донести до тебя информацию. А еще они улыбаются. Это тоже снижает стресс. В Пеннике все же было очень формально и напряженно. С нами офицер не проронила ни слова и даже глаз на нас не подняла. И такой стиль общения был у всех офицеров. В тот день, когда мы подавались на первичное ВНЖ и в атмосфере царило ужасное напряжение. Люди не понимали процесса и каждый друг у друга спрашивал, куда дальше, а что значит той или это. в общем царило такое непонятки. Она как-то наклейку наклеила, отдала паспорт и все, а что дальше-то делать? Офицеры не отвечали на вопросы. то есть, они что-то бурчали себе под нос на турецком, а учитывая, что все пришедшие в ГЕЧ так-то иностранцы, никто ничего не понимал и всех выручал только один единственный охранник на входе, который коммуницировал со всеми с помощью онлайн-переводчика и пытался помочь каждому. Но опять же, он был на улице, то есть, тебе надо выйти и с ним там пообщаться, а потом заново заходить как-то туда. И мы ни в коем случае никого не обвиняем и даже не жалуемся на офицеров Пенгики. Работка у них ресурсозатратная. Каждый день через себя пропускать огромное количество людей, мы это понимаем. Мы просто делимся своими впечатлениями от посещения разных ГЕЧ. Это ведь еще не запрещено делиться своими эмоциями? Кстати, здесь, когда мы ездили перепрописываться, тоже вот офицеры, ну это что не так, что нам повезло просто в этот день нарваться на таких вот доброжелательных. Мы когда перепрописываться ездили, нас же тогда просто взяли за ручку, отвели к нужному человеку, он также использовал весь свой заварный флопаст, позвал коллегу, чтобы статиститься. Да, использовал полноман-переводчик. Да. А тогда, когда мы до этого ездили прописываться, там тоже было непонятно. Да, вообще ничего непонятного. Просто все формально. вышел, наорал на всю толпу и зашел обратно. Ничего не очень не статал. А там было очень, видимо, очень хорошая там атмосфера сама по себе. Да. В общем, Султан Били нам понравилось значительно больше благодаря той атмосфере, которую создавали сами офицеры. Они шутили между собой, шутили с претендентами, желали каждому удачи, постоянно улыбались и были максимально расслаблены. И от этого среди претендентов не было сильного напряжения и нервозности. Работа шла быстрее. В пентике мы проторчали 4 часа. Это был ад просто какой-то. А здесь всего один час. Мы даже такие, типа, это все? Угу. И матушка нам такая, а что, вы уже все? Да, а уже на 10. А чего вы 10 идите домой? Угу. После того, как все закончилось, иди домой и каждый день проверяй сайт и жди смс. В этот раз заявку у нас рассматривали очень долго по сравнению с прошлым разом, конечно. Тогда 1 апреля у нас было рандеву, а 9 апреля пришло сообщение об одобрении. 11 апреля нам уже привезли были наши карточки. Сейчас же 3 августа рандеву, 24 сентября пришло смс, что заявка рассмотрена, но уже без указания результата. Пришлось залезть на сайт и посмотреть там. И вот сейчас уже вот ноябрь, а наши карточки до сих пор на стадии печати. Вот злые языки в интернетах поговаривают, что в Анкаре просто сломался принтер, который печатает эти карточки ВНЖ из-за такого наплыва иностранцев. Но, кто его знает, может просто много работы. Ну, так что вот у нас есть только пока что электронная версия карточки с сайта Гёш. В общем, продлевать ВНЖ нам понравилось, а вот делать первичное нет. Если бы мы, может быть, на первичный попали в Солдан Пейли, может быть, нам тоже понравилось. на продление в Пендик, не захотели продлеваться. Расскажи в комментариях, кстати, а как у тебя проходила рандеву, нам интересно. А еще подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Связаться с нами можно при помощи почты, указанной под видео. А также под видео есть ссылка на сайт, где есть все наши контакты, куда ты всегда можешь обратиться с просьбой найти квартиру в аренду или даже для покупки. Обнили-поднили и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!